Определиться с выбором девайса, который просто обладает нужными техническими характеристиками задача простая, однако куда сложнее найти продукцию, которая еще и обращает на себя внимание среди тонн железа, да и стоит она обычно немало. Тем не менее, если вы относите себя к дэнде в вейпинге, то плэк 150 ватт от осмодус обязательно вам приглянется. Быть может какая-то романтика и есть в классическом коробочном форм-факторе на 2.18.650, но точно не в без двух месяцев в 2017 году. Несмотря на всю свою красоту, эргономичностью плэк похвастаться не может, из-за немалых размеров и угловатости он режет руку и вызывает дискомфорт. Тем не менее, этот мод все равно является франтом среди всех ему подобных, так как обладает искусными гравировками на корпусе, напоминающими хохламскую роспись. Алюминиевый корпус покрыт матовой краской во избежание сколов и царапин. Для того, чтобы нанести хоть какие-то увечья моду, его нужно целенаправленно кидать на пол или скоблить, например, ключами. Качество сборки на должном уровне. Зазоров между частями плэк нет, правда крышка аккумуляторного отсека просто гуляет туда-сюда. Зато открывать и закрывать ее целое удовольствие, из-за характерного щелчка, который напоминает зипа. Сперва может показаться, что разъем microUSB отсутствует, но это не так, он хитро спрятался в батарейном отсеке. Внутрянка также радует своей информативностью, которую оценят любители неправильно устанавливать аккумуляторы. Казалось бы, все чистенько и аккуратненько, однако производитель не заделал щель, через которую можно увидеть всю электронную начинку. Кнопка Fire выполнена из стали и расположена на торцевой стороне на уровне указательного пальца, а экран с клавишами управления снизу на днище. Плюс к аккуратности внешнего вида, минус к удобству использования. Включение и выход в меню осуществляется пятикратным нажатием. На экране отображаются все основные параметры, а в меню можно отрегулировать его яркость и ориентацию, или поиграться со счетчиком затяжек. Кроме варивата, термоконтроля, TFR и TCR, в плейке есть режим предварительного разогрева спиралей. Максимальная мощность составляет 150 Вт, а минимально поддерживаемое сопротивление – 0,1 Ом. Плата показывает неплохие результаты, довольно ровный ток и весьма честные показатели мощности. Стоит ли брать плейк 150? Бесспорно стоит, если вам необходим девайс на выход в свет или просто дорогая игрушка. Мы благодарим Asmodus за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и следите за нами во всех соцсетях.